Приветствую вас. Если вы хотите профессионально истолковаться с моим сновидением, то я думаю, что вам хотя бы для общего развития необходимо ознакомиться с тем, как это делается. Закрывание в сновидении проводится в несколько этапов. Первый этап – это сбор необходимой информации в течение определенного промежутка времени. Определенный промежуток времени обычно исчисляется двумя неделями. Две недели до момента наступления сновидения тщательно анализируется и ищется за вот эти самые две недели, ищется то, что является непосредственно будоражащим вас, интересующим вас, волнующим вас, раздражающим, ну и так далее. То есть, короче говоря, что-то, что вызывало бы в вас хоть какую-то реакцию, какую-то модель, какую-то обратную связь. Вот. Это вот, значит, если говорить непосредственно о первом этапе. Второй этап – это анализ, собственно говоря, сновидения. И в анализе сновидения вошли все элементы сновидения, которые, к сожалению, нельзя рассказать полностью в одном тексте. То есть, сновидение тщательно записывается и через ассоциативный ряд, то есть, через цепочку ассоциаций, которые, вот, возникают, например, у вас, происходит выявление значения того или иного элемента сна именно для вас. Тем самым избегается, тем самым избегается и исключается возможность, значит, личной, субъективной интерпретации сновидения самим психологом, либо клиентом, чтобы с вами. Вот. И только так, через такую работу, это, понимаете, какое-то время, это требует каких-то ресурсов, да, какой-то энергии, требует каких-то заплат. Можно будет выявить, что именно значит для вас сновидение. Не через интерпретацию, да, а именно через выявление ваших собственных реакций на сон. Вот. Так производится профессиональное психологам, ну, точнее, психоаналитикам. Показание, ээээ, про колоневые уедения, это область психоанализа. Вот. Дальше. А, ваш сон, который вы описали, причем описали вы его достаточно кратко, тут возникает вопрос, это вы его действительно так кратко описали, или вы какие-то вещи не захотели просто озвучивать, или, может быть, вы что-то забыли, понимаете, вот. Так вот, значит, ваше сновидение можно истолковать, опираясь на тот постулат, что человек видит во сне то, что он хочет. То есть сон – это его желание. Сон – это некий баланс между потребностями человека и ограниченными возможностями для их удовлетворения. Соответственно, исходя из этого, можно сделать несложный вывод, что вы хотите чувствовать себя любимой, вы хотите чувствовать себя женщиной, вы хотите близости, хотите тепла, ласки, хотите, возможно, быть с кем-то, если вы не хотите быть одна, или вам, может быть, надоело быть одной, если вы уже какое-то время находитесь в одиночестве. Вот. И вам хочется, чтобы мужчина появил наконец себя. При этом нужно понимать, что ваше желание – это не буквально, это не в буквальном смысле слова то, чего вы хотите. Ваше желание – это просто желание. То есть если вы хотите, например, быть любимой, или вы не хотите, допустим, быть одной, то это совершенно не означает, что речь идет именно о мужчине, который вам приснился. Речь идет, скорее, о просто желании, и это желание нашло свой предмет. Это желание нашло свой предмет. Может быть предметом является не мужчина, а может быть предметом является кулон, который подарил вам молодой человек. То есть тут, конечно, тоже нужно исследовать. Быть может кулон сам по себе для вас имеет какое-то значение. Значение не менее важное, чем сам молодой человек. Но мы этого не знаем. Мы этого не можем знать. Поэтому с этим и нужно работать. Опять же, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы именно понять значение своего сна, а не получить просто интерпретацию того, что вам привидел. Вообще. Вот. Потому что, еще раз повторю, интерпретация очень сильно отличается от, собственно, анализа, от самого анализа сновидения. Вот. Это абсолютно разные вещи. Вот. Поэтому тут, конечно, есть и возможные дифференциации. Вот. Вот. Вот вы пишите, что один парень просто видел, знаю как зовут, иногда переписываемся, но не больше. Так вот. Он дарит мне кулон серебряный в виде сердца. То есть вы хотите, чтобы молодой человек подарил вам, ну вот, собственно, свое сердце, возможно. Да, вы хотите, чтобы молодой человек, возможно, проявил к вам больше внимания. Вот. Вот. Потому что вы с ним соблюдаете определенную дистанцию. И я полагаю, что если вы для себя зафиксируете факт подтверждения такого желания, то есть если вы, например, сможете сказать себе, что да, вот мне он нравится, да, действительно, действительно, я бы с ним не отказалась попробовать отношения, да. Вот. Возьмите и попробуйте. Возьмите и попробуйте отношения. Возьмите и попробуйте с ним близиться, попробуйте более, 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 тесно общаться, например. И если, вот, понимаете, вы хотите понять этот сон. Вы, вы, вы спрашиваете, к чему весь этот сон. Вы хотите быть значимым для кого-то. А это значит, что вы чувствуете себя недостаточно значимым. И весь вопрос в том, будете ли вы, живя в прежней жизни, обращать внимание на сны, или возьмете и начнете что-то делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.